привет друзья меня зовут алексей сегодня у нас на обзоре вот такие колбаски с чесночком остренькие красота огонь аромат то какой лох думаю вы меня поймете друзья пишите комментарии ставьте лайки благодарю вас за то что вы досмотрите это видео до конца смотрите не переключайтесь повторяйте его все получится так у нас здесь различные куски мяса вырезки всякие ноги я буду делать предпосыл после этого я уже разделю на колбасу на орехи на рулеты на различные вкусности в предпосыл я добавлю аджиномоту обязательно добавлю мускатный орех обязательно добавлю чесночок сушеный и добавлю нитритную соль 18 грамм на килограмм продукта все три дня посолю потом распределю по различным так скажем кулинарным блюдам и уже добавлю различных специй еще какие куда идут по рецепту по рецептуре поехали сейчас пересыплю все солью с чесночком и усилителем вкуса и уберу в холодильник ну специи наши готовы забыл сказать каждой из специй по 3 грамма на килограмм усилитель вкуса чесночок и мускатный орех все просто пересыпаем наше мяско перемешиваем хорошо и убираем холодное место на два-три дня для предпосола нам понадобится для наших колбасок такое мясо с предпосолом я его после подморозил нарезал ластиками она еще подмерзла я сейчас его перекручу пока она не растаяла до конца через мясорубку и будем заправлять всем необходимым вот мы видим минус 3 градуса у нас 305 3-5 грамм на килограмм добавлю кориандра 3 грамма и чеснок в предпосоле чеснок был 3 грамма добавлю еще 3-4 грамма на килограмм будет чесночные нас колбаски и все и в колбасный шприц и оболочку погнали забыл добавить еще мы добавляем 3-5 грамм острого перца красного они были остренькие чесночные все вымешиваем это дело добро хорошо для того чтобы образовались белковые нити у нашего мяса но воду я в него добавлять не буду мяско должно быть такое слегка суховато все фаршик в колбасный шприц зарядил одеваем поехали набивать оболочка белковая вот такая ее можно есть сейчас в нее будем набивать ну получается делом вот такие колбаски вот так ну и заключительная история сегодняшней тусовки колбасный вот такие колбаски оттепляем потом швс потом в коптильню представляю вашему вниманию швс-1 от компании мазки загрузка до 80 килограмм вот такой тен вентилятор щуп у него есть три кнопки регулировки работы всей системы и датчик термостат регулировки температуры или диммер или термостат как-то так короче говоря работает следующим образом включается кнопка системы чается работа вентилятора также включается тен выставляется температура вот колбаску я нашу повесил сейчас мы ее обветрим полчасика и потом будем коптить нужно убрать лишнюю влагу с поверхности оболочки все запускаем температуру выставляем 25 градусов друзья мой уек 2 на 25 от компании москит вот так вот он выглядит нет так все оборудовано вытяжка сделано сейчас покажу как он устроен чем внутри у нас имеются вот такие выдвижные рельсы на них у нас вешаются шпажки и на них продукт вот рельсы висят на таких вот штуках которые не проводят электричество на рельсы подается проводок фаза наши электростатики по стенкам у нас тут такие решеточки тут поддончик под поддончиком тен находится и поддольничек выход собственно мы вешаем наш продукт на наши рельсы и проверяем зазоры чтобы фаза не соприкасалась с нулем иначе будет замыкание электростатика работать не будет в принципе давайте повешаем наш продукт и увидите как это все выглядит все наши колбаски подвялились обветрились теперь мы их засовываем коптильню втыкаем в них щуп и запускаем вот таким вот образом все это дело повешал сейчас вот гнущу в одной из колбасы и запустим закрываем нашу коптильню так друзья у нас вот здесь есть зольничек вот такой вот тут есть хомутик специально чтобы закрываться коптильня работает на таких дровишках 4 штучки 15 сантиметров где-то грамм 200 таких дровишек плюс я в копчение всегда добавляю вот такие вот корки высушены апельсинов мандаринов вот так вот запихиваются эти дровишки вот так вот эта кожура туда помещается все она даст цвет вкус и аромат нашей продукции закрываем вот таким вот образом и все сейчас будем запускать коптильню розетку включу ставили щуп теперь запускаем работу всей системы коптильни наша задача догнать колбасу до 69 градусов включаем работу всей коптильни и включаем тэн выставляем на максимум 110 градусов все ждем когда будет 69 градусов после этого мы включим работу зольничка выставим тоже на максимум и подождем 15 минут после этого бы включать электростатику вот дальше расскажу колбаска наша практически готова сейчас запищит вот все выключаем вытаскиваем щупы включаем коптильню щуп убрал значит выбираем температуру градусов на 40-30 вот включаем работу зольничка выставляем на максимум через минут 15-20 когда дрова разгорятся мы уберем мощность я уберу до 250 градусов у меня термостат стоит вот у кого диммерки до 100 120 80 градусов убирают ну температуру и потом включим электростатику все друзья прошло 15 минут дрова разгорелись ставлю 250 градусов и включая электростатику и слушаем не кряхтит не гремит как работает чтобы замыкания не было самое главное все коптим минут сорок один час наши дровишки прогорели выключаем зольничек наш еще оставляя минут на 15 поработать электростатику чтобы весь лишний дым скушался тем времени можно почистить зольничек от лишних дров которые остались опилок все прошло нас минут выключаем электростатику включаем работу всей системы давайте посмотрим что там у нас с нашими колбасками наши крафтовские колбасочки сейчас повешаем швес и обдуваем будем пробовать вот так у нас выглядит наши чесночные колбаски красота обдуваем мы будем пробовать нашим швесе красота огонь аромат то какой лох думаю вы меня поймете друзья пишите комментарии ставьте лайки и у вас все получится привет из Владивостока